Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья. Все, кто только что к нам присоединился, всем доброго-доброго времени суток. Сижу, читаю некоторые статьи, последние, самые последние, и спешу с вами поделиться. Вот, например, эта статья. С какой группой крови люди реже инфицируются, будем называть это, X-вирусом? Исследование учёных. И вот, что выяснили. Американские учёные установили, люди с группой крови наиболее устойчивые к заражению X-болезни, которая сейчас ходит по миру. Результаты исследований показали, что обладатели первой группы реже других инфицируются этой болезнью. Своими исследованиями учёные поделились на сайте сервиса по расшифровке генома 23andMe. 23 и меня, и я. 23 и я, так переводится этот геном-сервис. Итак, в исследовании приняли участие 750 тысяч пациентов, из которых 10 тысяч были диагностированы этой болезнью. Учёные сделали поправки на пол, вес и возраст, и установили, что, да, заболеваемость среди людей с первой группой крови на примерно 10-18% ниже. Представляете? Ну, а какая же группа крови чаще всего подвержена? И вот что они выяснили. Чаще всего этой болезнью заразились пациенты с третьей и четвёртой группой крови. Среди этой категории было выявлено 1,5% положительных тестов. У людей со второй группой крови этот показатель составлял 1,4%, а у людей с первой группой крови меньше всего. А вот у медиков и представителей других профессий, работа которых связана с тесным контактом с больными, это соотношение оказалось ещё более ощутимым. У испытуемых с четвёртой группой крови X-болезнь диагностировали у 4,1%, Третьей – 4%, Второй – в 3,9% И меньше всего, опять-таки, с первой. Ну и следует заметить, а вернее напомнить, ранее, ранее писал Ракурс, что американские учёные установили, что курение способствует распространению этой ужасной болезни. Как оказалось, в лёгких курильщиках происходит повышенная экспрессия белка АСЕ-2, который вот этот именно непонятный вирус использует для проникновения в здоровые клетки. Как он понимает, как распознаёт, никто не знает. До этого говорили ещё и про такой феномен, что распознаёт тех людей, кто давно на препаратах от давления. Ну, это было раньше, ещё в самом начале. Ну, а вот это последние новости. Хорошая новость. У нас Кабинет министров решил увеличить количество туристов в одной группе с 10 до 50 лиц с 15 июня. Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгель в социальной сети Facebook. Так передали украинские новости. Некоторые изменения правительство внесло и в карантинные ограничения. В частности, с 15 июня будет возобновлено экскурсионное обслуживание групп не более 50 человек. Вот такие приятные новости. Что касается кинотеатров, что они могут возобновить работу после карантинного простоя уже со 2 июля. Пока же по состоянию на 12-13 июня Киев и 9 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина. А вот наша область соответствует, и это очень радует. У нас практически нет больных. Те, которые были там, так они и есть двое, они выздоравливают. И все. Слава Богу. Так что мы соответствуем критериям. Херсонскую область соответствует критериям. Все в порядке. И такое издание «Великая эпоха» сообщает, что в восточном традиционном учении даосизма, человеческое тело, рассматривается как маленькая вселенная, как микрокосм. В ходе масштабных исследований человеческого мозга, которые проводились в Европе и США, оказалось, что организация нейронов головного мозга человека, очень напоминает организацию галактик Вселенной. Это сходство можно заметить на следующих двух снимках. Вот этот. Вот такой вот интересный снимочек. И вот этот. Моделирование системы нейронов в головном мозге был первый. А вот этот, то, что вы второй видите, система галактик. Давайте посмотрим еще. Внимание. Головной мозг. Система галактик. Вы представляете? И что же получилось, что на снимках мы заметили сходство связи между элементами этих систем мозга и Вселенной и распределения вещества в них. Первая иллюстрация изображает микроскопические объекты, а то время, как вторая, макроскопические, чрезвычайно велики. Поистине невозможно исследовать человека. Постоянно идут какие-то новые, новые открытия. Вот насколько Бог создал нас уникальными. Просто уникальными. Сходство структуры мозга и Вселенной отмечено в нескольких научных работах. В Калифорнийском университете была группа создана. И там была компьютерная симуляция развития Вселенной. И это Вселенные разбили на составные. Со временем это развивалось, разрасталось, добавлялись новые единицы. В общем, взаимодействие материи в разных галактиках было подобно взаимодействию в нейронной сети, в мозгу человека. О чем это говорит? Это показывает, что существует фундаментальный закон, регулирующий эти взаимодействия, что величайший разум создал нас так, что мы все являемся частью одного огромнейшего организма. И когда какая-то одна единица отрывается и начинает отравлять другую единицу, то эта единица, которая отравляет всех других, просто можно назвать ее раковая клетка. Понимаете? Ведь мы все один организм. Поэтому, если очень просто жить по десяти заповедям, по заповеди любви, любить ближнего своего, как самого себя, дарить любовь ближнему, благословлять людей, то мы не нарушим этот закон. Закон развития Вселенной. Один главный закон, который называется Бог. А Бог есть любовь. Вот и все. Вот такое вот интересное открытие ученые сделали опять. Опять все время что-то новенькое, 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 такое красивейшее. Вот это открытие показывает нам про этот наш фундаментальный закон. И, кстати, не так давно, где-то в мае 2011 года, исследования на тему сходства Вселенной и мозга человека опубликовали иранские исследователи во главе Сейд Хади Анамрузом из Университета медицинских наук города Керман. Их работа была опубликована даже в международном журнале Physical Sciences. И в ней они утверждали, что черная дыра напоминает ядро клетки, горизонт событий, что существует вокруг черных дыр своего рода точка невозврата, в которой гравитационное протяжение засасывает объекты к черной дыре, напоминает ядерную мембрану. Горизонт событий является двухслойным, как и ядерная мембрана, так же, как и горизонт событий не дает ничему, что вошло внутрь дыры, выйти из нее. Вот интересно. Ядерная мембрана защищает клетку и регулирует обмен веществ между ядром и его окружением. Еще одной общей чертой является то, что и черные дыры, и клетки организма создают электромагнитное излучение. Вот что интересно. И черные дыры, и клетки организма. Вот так. Вселенная описывается как клетка там. Исследователи написали, почти все, что существует в макромире, отражается в биологической клетке, как в микромире. Вот так вот. Так что наш мозг – маленькая копия Вселенной. Когда человек поймет, что наша планета – это живой организм, живой организм, так Господь Бог нас создал в составе как бы макрокосмоса, в котором, посмотрите, что творят, высасывают кровь, нефть, блокируют, ну, назовем ее, да, блокируют систему дыхания, это выкачивают газ, вырубают леса. Это же система дыхания организма, большого организма Земля. Неужели это неочередно? Тогда почему удивляться, что меняется климат, возникают всякие икс-болезни? Вот мне интересно, куда денут свои миллиарды те, кто это делает, когда Земля стряхнет себя всех, как собака-блох? Вот это интересно, да? Как народ не поймет, что мы все одна система. Мы все являемся частью Божьего плана, Божьего организма, живого, вселенского. Уже же это очевидно. Такие открытия. Ну, а я люблю вас. Пусть Господь Бог благословит вас во всех сферах жизни. Дай Бог вам здоровья, мудрость, понимания. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok